Освод перостерога и жихару региона от выхода на лед. Отсутность морозов не дозволяя покрытию набрать необходную толщину. Игноровать небеспеку не варто. По правилах зимовой рыбалки на лед до 7 сантиметров выход заборонены. Для группы людей, как и покажут, повеличивается до 10-15 сантиметров. Как ледяная поверхность не усмотнилась, а спотребится больше за три морозные дни с температурой ниже за 10 градусов. Как правило, рыбаки, именно что касается подлёдного лова, очень часто стараются забраться так далеко, что их не видит глаз людской. Поэтому при проведении рейдов всевозможных работниками нашей организации проходят беседы, проводятся беседы с этими рыбаками, объясняются все ситуации возможные, как вести себя в этой ситуации, предупреждаем их, раздаем памятки, листовки. Проводим профилактическую беседу в плане того, чтобы обезопасить жизнь данных людей. Выход на тонкий лед целый лет оказался смертно небеспечным для одного из гомельских рыбаков. И на вот той период, когда ледовое покрытие станет соправдит рывалом, треба быть максимально осторожным. Першим рухаться, проверить его мот с ломом, не уяким, выпадку не ногой. Провалившийся подлёд варто денежать худкой, расшучившись не паниковать. Надо спокойно посмотреть, сориентироваться. Если в полынье, полыня небольшая, и можно оттолкнуться ногами, то спиной попытаться лечь на лед, ногами от противоположной кромки оттолкнуться ногой, чтобы заскользить на лед. Потом повернуться на животик, и с той стороны, с которой заходил на лед, ползком, не поднимаясь на ноги, ползти к берегу. Рекомендуем рыбакам при себе иметь пешню. Это специальное приспособление, которое проверяет толщину льда. Ударяете пешнёй в лед. Если с первого удара лед проломался, на него, то есть пробился, на него заходить категорически запрещено.